Переезд в другую страну И моего переезда сюда, на Сицилию, конечно же, это не прихоть, это необходимость, потому что судьба сложилась так, я уже рассказывала, что в одну из поездок, в один из отпусков, который был на Сицилии, я познакомилась со своим будущим мужем, и, конечно же, когда наши отношения становились все более и более серьезными, мы уже говорили уже о детях, о свадьбе, естественно, вопрос переезда, он был легко решаем, ты переезжаешь и все. То есть это не то, чтобы идея всей моей жизни, это какая-то мечта, что я всегда хотела жить на Сицилии, нет. Мне было абсолютно комфортно в моей стране, но жизнь сложилась таким образом, что я переехала сюда, и это не означает, что это плохо либо хорошо. Это моя жизнь, и она такова. Поэтому, что касаемо вообще, в принципе, переезда в другую страну, я уже говорила, что я не понимаю людей, которые мечтают о какой-то стране, ни разу там не побывав, ни разу не пожив, не поварившись вот в этом котле, не поняв, каково это жить в другой стране с другими особенностями, с другим языком, возможно, с другим менталитетом. Это довольно сложно все-таки, потому что даже я столкнулась с самым элементарным, это документы. И как я уже говорила, в любой стране без бумажки ты как кашка. Поэтому для того, чтобы ваш переезд более-менее сложился, вы должны заранее подготовить базу, вы должны заранее уточнить многие моменты, что вам необходимо для того, чтобы получить вид на жительство, какие документы. Потому что очень много нужно заверять, очень много нужно переводить. В каждой стране свои особенности, чтобы получить вид на жительство. И касаемо Италии, если вы не нашли работу заранее, находясь в Москве, а приехали вот так вот в надежде, что вы найдете работу здесь, это огромнейшее заблуждение. Потому что сделать рабочую визу вы не можете. Вы можете сделать рабочую визу только по приглашению от работодателя, который высылает вам определенный пакет документов, на основании которых вы делаете рабочую визу на срок вашего контракта. А приехав сюда по турвизу, который дает вам возможность нахождения здесь 3 месяца, я очень сомневаюсь, что вы найдете работу здесь. И если вы найдете, вам в любом случае нужно будет делать вот эту вот рабочую визу. Здесь найти работу сложно даже самим итальянцам, не говоря уже об иммигрантах. Поэтому если вы планируете переезд в Италию, а если уж тем более на юг Италии, Калабрия, либо Сицилия, где работаю очень мало даже для своих, закатайте губу обратно и выберите другую страну. Итак, самым основным, что вы должны сделать при переезде в другую страну, и это в принципе касаемо меня, в том числе и моего переезда, я прекрасно понимала, что если у меня отношения с итальянцем и отношения серьезные, которые ведут уже к свадьбе и к тому, что я переезжаю жить сюда, мне нужно знать язык. Вот вообще в принципе, чтобы общаться с человеком другой национальности, говорящим на другом языке, вы должны знать язык. Поэтому какой любой переезд, по любым причинам, без знания языка, это сплошная головная боль. То есть вы должны знать не только английский, но и тот язык, на котором разговаривает большая часть населения страны, куда вы переезжаете. То есть если это Италия, это итальянский, если это Франция, это французский. И английский язык в данном случае у вас будет просто сопутствующим, потому что большая часть населения разговаривает именно на этом родном языке. И как учила язык я, все довольно легко и просто. Я учила без репетиторов, без каких-либо курсов, без большого вливания денег. Я заказала на Азон различные книги по типу итальянский за 30 дней. Если я найду эту книжку, я оставлю ссылку, она мне очень понравилась, и она довольно легкая в изучении. То есть там книжка на 30 уроков, которая повествует историю жизни одной русской девушки, которая переехала в Милан. И каждый урок это какая-то определенная часть ее жизни, связанная с той или иной сферой. То есть там дается текст, разбирается грамматика. И согласно этой грамматике построен текст, упражнения и словарь в конце каждого упражнения, касаемо темы, которые вы сегодня проходили, и вот этих вот слов. В общем, довольно на самом деле просто, интересно, и для самостоятельного изучения подходит просто идеально. Далее я читала итальянские сказки, я слушала итальянские песни, искала перевод, смотрела итальянские фильмы. И самым основным, конечно же, была практика, это общение с моим мужчиной. Вообще, по факту, как учить язык, решает каждый из вас сам, потому что все мы по-разному запоминаем информацию. Кому-то нужно смотреть, кому-то нужно слушать, поэтому выбирайте, что подходит вам. Но итальянский язык, если у вас еще есть база английского, вообще итальянский очень легкий в изучении, реально очень легкий, запоминается он очень легко, поэтому проблем в изучении данного языка у меня абсолютно не возникло. Вообще, в принципе, чтобы выучить любой язык, должно быть три составляющие. Это большущая необходимость, то есть это либо бизнес, либо отношения, огромное желание, потому что без желания выучить язык очень сложно, вы его забросите, и отсутствие линия. Вот, вот три пункта, без которых выучить любой язык было бы довольно сложно. Далее я хотела бы отметить, что на знании языка завязано все остальное, что вы будете делать в этой стране. Документы, поиск работы, поиск квартиры и вообще ваша жизнь в стране, которую вы выбрали. Касаемо меня и моего опыта, могу сказать так, я уже говорила в одном из влогов, что без помощи мужа я бы, честно скажу, не справилась, потому что касаемо документов, это такая определенная сфера, это небольшая, скажем так, специфика языка, и чтобы вам понимать, какую бумажку от вас требуют, что там должно быть написано, какая форма, где что написать, что где расписать, куда потом с ней пойти, куда податься. Это очень сложно на самом деле, и без знания языка очень сложно во всем разобраться. То есть у меня в данном случае, моим помощником в этом процессе является муж, и спасибо ему огромное за это. То есть если вы приезжаете самостоятельно, и у вас не очень хорошая база языка родного этой страны, то все, что вы можете сделать, найти какого-то помощника, обратиться в какую-то компанию, которая будет помогать вам делать документы, потому что самостоятельно, а не каждый с этим справится. Плюс я уже отмечала, касаемо Италии, что меня бежит просто нереально. Это графики работы, это система, это полный хаос, и, честно скажу, это большущая головная боль сделать документы. То есть то, что можно сделать за неделю, если не за меньше, растягивается на месяц-полтора. Для меня это очень дико, это очень странно, но, к сожалению, ничего с этим сделать я не смогу, поэтому учитывайте, что в каждой стране свои порядки, свои сроки, когда вы сможете сделать документы, когда вы можете получить окончательный вариант, потому что одно цепляет другого, без этого невозможно сделать это, без этого невозможно сделать это, и все ваши привилегии, все ваши возможности ограничиваются этими документами. Пока у вас не будет этих документов, двигаться дальше вы не можете. Италии, чтобы находиться на территории страны, получить вид на жительство, то есть вот эту пермессу, нужно подать документы. После этого, когда у вас есть скриточек о том, что вы подали документы на пермессу, вы можете обратиться, сделать вид на жительство, потом медицинскую страховку, точнее обратиться, сделать кодичи фискали. Без кодичи фискали, самое элементарное, вы не можете купить даже сим-карту. И не сим-карту, не открыть счет в банке, документы, вид на жительство и кодичи фискали дают вам возможность найти здесь работу, работать официально. Без работы нет денег, без денег нет еды, нет жилья и всего остального. То есть это цепочка, которая, мне кажется, не заканчивается просто никогда. Кстати, касаемо работы, был вопрос о том, что планирую ли я работать и в какой сфере. Конечно же, я работать планирую, я не планирую сидеть дома, но, опять-таки, у меня 8 месяц беременности, поэтому о работе можно не думать в ближайшие года полтора. И в какой сфере решать, к сожалению, буду не я, потому что если мы говорим за юг Италии, то сработать здесь очень туго и вообще итальянцы, живущие на юге, работу ищут на севере. То есть это север Италии, иногда даже это Франция либо Германия, потому что здесь работы довольно мало. И я не уверена, что для меня будет такая возможность найти работу именно здесь, на Сицилии. Не знаю, может быть, мы переедем севернее, жизнь покажет. Но пока что у меня декретный, а потом посмотрим. Конечно, хочется мне поработать, и мне абсолютно все равно в какой это будет сфере, если честно, потому что для меня лучше какая-то работа, чем вообще никакой, чем гоняться за какой-то должностью, я не знаю, там, за каким-нибудь кабинетом или табличкой, потому что вы должны прекрасно понимать, что если вы не нашли работу до переезда в страну, на все, что вы можете рассчитывать как иммигранты, это работа в сфере обслуживания. И вы к этому должны быть готовы. Если вы не готовы работать в ресторане, мыть посуду, либо работать официантом, либо где-нибудь в баре, либо если вам повезет на рецепшн отеля, или вам повезет в каком-нибудь торговом центре, вы должны быть готовы к этому. Ждать большего на самом деле, как иммигрант, на самом деле, правда, не стоит, потому что хорошую работу вы можете найти только при переводе из Москвы, из одной компании в другую, или если вы позаботитесь об этом заранее, покидаете резюме, что-то поищите, и если вы супервеликий специалист, и у вас очень хороший диплом, который котируется в разных странах, вы его перевели, заверили апостелем, возможно, но опять-таки на поиски может уйти очень много времени, и для того, чтобы найти хорошую, оплачиваемую, престижную работу, вы должны выбирать страну с хорошей экономикой. Далее был такой довольно странный и в то же время смешной для меня вопрос касаемо того, как я переезжала, как перевести, понятно дело, не полквартиры, но большую часть. Ребята, если вы переезжаете в другую страну, если вы меняете свою жизнь, и вы хотите чего-то нового, зачем вы тащите с собой весь хлам? Оставьте его в старой квартире, в старой жизни, он вам абсолютно не нужен. Я не понимаю людей, которые переезжают в другую страну и тащат с собой свой любимый миксер, либо свою любимую рампу из-под фотографии. Берите все самое необходимое, то, что вам понадобится, и все остальное можно будет купить уже по факту. Не надо перевозить полквартиры и даже одну четвертую квартиры. Достаточно перевести самую основную базу того, что вам действительно необходимо, то, что вам дорого, вот прям вот очень дорого, там, не знаю, фотографии какие-то семейные или что-то еще, но тащить с собой чайник, микроволновку или что-то еще, но это для чего? Как переезжала я, я переезжала в два этапа, я прилетела сюда в середине августа на три месяца, и я перевезла большую часть именно летних вещей, какие-то там фотографии свои детские, документы, все-все тут вот часть основную, и второй раз я уже перевезла зимнюю часть шматья, я прилетела сюда в январе, то есть по факту два раза у меня был чемодан по 20 килограмм, и, собственно говоря, все. То есть я перебрала все свои вещи, я кое-что выкинула, кое-что продала, кое-что кому-то отдала, и дышать даже в квартире, знаете, как-то стало легче. И тащить с собой, а зачем вам это надо, если вы переезжаете в другую страну? Для чего? Просто я, я просто переехала с чемоданом, с чемоданом вещей, в которых мне нужно ходить, ну, чтобы не ходить по улице голой, правильно? И все. Я не тащила с собой, я не знаю, там, диван, не заказывала... Субтитры сделал DimaTorzok